Владимир Сашко с Фешиным или с вами простите я не совсем согласен это нормально когда сказали что не важно что важно как написано иногда или почти всегда зависит качество будущей работы от того что пишешь не раз замечал по себе иную не хочется но если нужно могу сделать но без особого огонька а вот в другую с превеликим удовольствием и в конце довольно привлекательный результат что пишешь ну хорошо просто для фешина он просто сосредоточился на виртуозности живописи живопись как сама по себе для него была приоритетом поэтому да у него есть это не отменяет его тематических работ черемицкая свадьба или бойня посмотрите ли обливание обливание по-моему называется или обливание водой капустница ну что ну да сюжет довольно таки простой но как это написано для него было важнее чем что хотя конечно в этой капустнице собраны такие фигуры такая сложная композиция она впечатляет своей правдивостью вот подкупает просто ты просто там находишься в том времени с вот с этими людьми которые кто там выпивает такая промозглая какая-то вот среда осенняя не знаю но такая целостность живописи просто сводит с ума до мурашек и формат огромный я не спорю с вами конечно что ты пишешь важно но когда я слушаю я не знаю луча на повороте и так далее карерас и прочее я не понимаю текста но само звучание вибрация это как музыка да вот звучит там там нет вообще в музыке текста но музыка трогает самой собой качеством исполнения музыкой вот развитием темы как это все звучит и для афешина живопись было как музыка как звучит друзья напомню заключительные дни акции моей онлайн-школе на все уроки по живописи сегодня работает и завтра заканчивается в полночь 24 апреля все уроки за полцены выбирайте пожалуйста по отзывам по анонсам видео анонсам к каждому уроку заходите на сайт а раз хан даньян когда вы будете в армении я проведу класс в армении с 1 по 8 октября один день добавлен то есть рабочих дней будет 6 записывайтесь присылайте заявки на ватсап на почту группа ватсапе она уже созданный народ набирается мы будем писать в других местах оружие подготовил программу и в скором времени я выложу ее на сайт н-шрап как хочется быть художником по-настоящему я имею виду писать и продавать у меня пока все стоит дома описать не могу не писать не могу был у нас знакомый еврей так вот он рассказывал что его его жена художник к 60 годам вся квартира завалена работами не хотелось бы такой стать как вы считаете что нужно сделать чтобы продать работу продать ее просто предлагать предложить эту работу сначала знакомым повесить фейсбук ну в соцсети которые в которой можно повесить я не знаю различные площадки есть интернет в конце концов но как на рынке люди продают я не знаю овощи они выходят и продают то есть нужно показать предложить это же самое главное а каким способом но я думаю вы найдете способ предложить сначала тем кого вы знаете покажите что вы можете может быть одной работы недостаточно но мы же например выбираем в магазине я не знаю молоко также несколько позиций мы выбираем то которое наиболее нам кажется лучшим есть репутация есть рейтинг так и здесь репутацию нужно заработать нужно в общем-то много писать чтобы одну работу продать у фотографов даже есть такое правило что на тысячу слайдов сделанных до до тысячи кадров если один хороший это большая удача тысячу на тысячу один так и здесь если из тысячи работ с вами сделанных одну выберут это очень хорошо друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки не забывайте об этом поддерживайте канал тем самым комментируйте задавайте вопросы я все никак не успокоюсь от мастер-класса в армении который закончился неделю назад марина чуб художник из москвы которая была у меня на классе оставила свой отзыв посмотрите но это было чудесное время весна каждый день мы меняли свою локацию начали с натюрморта в гостинице естественно писали гранаты в следующий день мы поехали горе арарат писали долину самой горой арарат потом монастыри ущелье языческий храм персиковые сады на фоне заснеженных гор погода менялась был и дождь было и солнце было ветер но в общем погода была прекрасная слова как всегда идеально давал мастер-классы начиная с академических каких-то вещей потом импрессионизм а потом в конце уже последние два дня а теперь мы будем писать так как нельзя писать и вы знаете когда вы видите весь набор красок видите как мастер как мастер их смешивает как наносит на холст какими кистями какой холст и вы совершенно не понимаете как вот это чудо это эмоции это настроение мастера вот складывается совершенно великолепную работу с картину но это чудо чудо слава нам дарил каждый день и интересно было очень еще гулять со славой по городу останавливаться в кафе и за чашечкой кофе там вазочкой мороженого мы рисовали скетчи скетчи кто ручкой кто карандашом слова акварелью я тоже пыталась акварелью вот и в последний день мы были в старом городе и рисовали необыкновенно чудесные милые кривые улочки с этими волшебными тенями и такой вот контраст вот это солнце яркая вот эта темная тень эти здания с истории вековой вот наполненной жизнью это было очень интересно и мило но что сказать про организацию организация чудесная группа была 20 человек и ни один из группы не мог сказать что он обделен вниманием организаторов то есть каждый человек был важен были учтены мнения мнение каждого человека я успела написать достаточное количество эскизов и сейчас думаю вот в мастерской сделать серию работ армения весной и сейчас думаю пора уже записываться на осенний пленэр со славой в армении потому что мест может и не быть а осень ну не менее интересное время чем весна хочется написать вот эти деревья с гранатами там что там еще созревает виноград на лозах спасибо славе за вот эти вот райскую неделю да да Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok В конце ролика предлагаю посмотреть видео удивление в живописи. Будет очень интересно. Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok